Добрый день дорогие друзья! Рада приветствовать всех! Сегодня с вами я, Березовская Мария Константиновна, технолог Крымской натуральной коллекции и тема сегодняшнего прямого эфира это антивозрастные средства Крымской натуральной коллекции. Добрый день! Рада всех видеть, кто присоединяется. Поговорим сегодня об антивозрастных средствах Крымской натуральной коллекции. И начать хочу наш рассказ, свой рассказ, с того, что мы уже достаточно много говорили о наших средствах, поэтому я не буду впрямую рассказывать о косметических средствах, но акцентирую свое внимание на активных компонентах, которые являются базовыми, традиционными для поддержания антивозрастного действия косметического средства. И еще сразу хочу отметить, что это натуральные компоненты, и благодаря тому, что это натуральные компоненты, они не могут нести только одну функцию. И поэтому это относительно условное разделение на группы. Я вам расскажу некоторую классификацию, но это относительное будет разделение на эти группы. И позже мы с вами поговорим о каждом компоненте, который оказывает антивозрастное действие более глубоко и более подробно. И я расскажу, в какие косметические средства входят эти вещества. Итак, начнем мы с первой группы, увлажняющие компоненты. Почему в антивозрастной косметике мы поговорим об увлажняющих компонентах? В первую очередь, потому что, если кожа не увлажнена, если кожа не подготовлена, в ней будут плохо протекать биохимические процессы, будут плохо работать ферменты. ПАЖ такой кожи будет отличаться от нормального ПАЖ. Это будет скорее ближе к сухой коже, то есть будет несоответствием работы ферментов. И эта кожа не сможет поддержать те активные компоненты, которые участвуют в восстановлении тургора, сильтеза коллагена и других восстановлений насыщенности эпидермиса влагой. Поэтому мы начинаем с увлажняющих компонентов. Ну и когда мы говорим об увлажняющих компонентах, мне вот интересно, какой увлажняющий компонент вы бы назвали первым? Какой первый из того, что вы знаете, приходит к вам на ум? Если у вас есть желание, пожалуйста, напишите в комментариях. Я подожду две минутки, даже меньше, наверное, подожду. Ну, пока никто не пишет, поэтому я сразу скажу. Это гиалуроновая кислота, высокомолекулярная. Это... сейчас я вам покажу картинку с гиалуроновой кислотой. Вот, высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Что она дает нам, когда мы наносим вместе с косметическим средством ее на кожу? Вот она такая большая, длинная. Она несет с собой до тысячи молекул воды. И располагаясь на коже, гиалуроновая кислота дарит нашей коже эту воду, обогащая воду в роговой слой, увлажняя роговой слой и тем самым давая возможность проникновению других активных компонентов внутрь кожи. Кроме того, что гиалуроновая кислота увлажняет роговой слой, что она еще делает? Она является субстратом для микроорганизмов. И вот здесь включается уже двойственность натуральных компонентов. Эта двойственность нам показывает, что как субстрат гиалуроновую кислоту микроорганизмы могут использовать, расщепляя на мелкие частички, на маленькие участки. И вот когда образуются эти маленькие участки, эти уже маленькие участки могут проникать в лоб кожи. Большая тяжелая молекула гиалуроновой кислоты, высокомолекулярная, она только может создать матрикс на коже, а вот маленькие кусочки уже проникают вглубь. И вглубь они уже там ведут себя по-другому. Об этом, в первую очередь, конечно, они издавляют влагу в глубинные слои дермы, увлажняя, создавая ту среду, в которой будет комфортно синтезироваться и работать все системы нашей кожи. Следующий компонент, о котором я бы вам хотела сказать, это глицерин. Это глицерин. Я для вас специально приготовила, набрала его в колбочку. Вот так выглядит этот компонент. Он очень вязкий, очень густой. Даже вот так вот, если поболтать, вы видите, какой он вязкий. Он не плещется, как вода. Это 99% глицерин. Молекула глицерина очень маленькая. И она очень легко проникает между соединениями роговых чешуек. По липидному барьеру, потому что там тоже есть прослойки водные. Вот по этим водным прослойкам, она очень хорошо, глицерин проникает в эпидермис, в ростковую зону эпидермиса и в дерму. Увлажняя, неся, одна молекула глицерина может нести с собой до 10 молекул воды. Она дает воду. Но у глицерина есть еще одна особенность. В наших клетках, дермы, живых клетках эпидермиса, в мембране встроены очень такие интересные белки. Их называют аквапаринами. Так вот, аквапарины способны пропускать в саму клетку глицерин. И глицерин в этой клетке создает нужный туркар, несет тоже с собой воду. Клетка жизнеспособная. Она изнутри полна влаги, в которой тоже протекают биохимические процессы. О глицерине ходит очень много слухов о том, что, боже мой, если вы нанесете на кожу 99% глицерин, то ваша кожа высохнет. И вот, если вы... Где вы его достанете, чтобы нанести на кожу 99% глицерин? Если 99%, то да. Но в косметику мы вводим не больше 10% глицерина. И, как вы понимаете, в этой косметике уже глицерин связан водой. Он своими ручками держит 10 молекул воды. То есть он уже дает, дарит коже воду. Он увлажняет кожу, создавая необходимые условия для других процессов. Еще один увлажняющий компонент, очень важный и интересный. И тоже он очень многогранен и многофункционален. Так же, как и гиалуроновая кислота, его свойства не заканчиваются только увлажнением кожи. Это гель алоэ вера. Гель алоэ вера – многокомпонентный продукт, многофункциональный продукт. И благодаря тому, что он многокомпонентен, он может не только увлажнять, но это приоритетная его задача, но и выполнять другие функции. Увлажняет он кожу благодаря тому, что содержит большое количество полусахаридов. А гиалуроновая кислота, вы знаете, тоже относится к этой группе веществ, полусахаридам. И в геле алоэ вера – это большой спектр этих полусахаридов, которые содержатся в нем. Например, глюкомонан, ацетамонан. Они тоже, так же, как и гиалуроновая кислота, располагаются на коже. Матрикс такой создают. И вот представляете, переплетается гиалуроновая кислота, полусахариды, гель алоэ вера. И вот эта вот вся сеточка, дышащая сеточка, которая позволяет дышать нашей коже, помогает увлажнить роговой слой и подлежащие ткани. Гель алоэ вера у нас входит в большое количество продуктов, так же, как и глицерин. Глицерин абсолютно – это участник всех продуктов. Будь то крем для антивозрастной, будь то шампунь. В какие продукты входит гиалуроновая кислота высокомолекулярная? Потому что сейчас это вот основная группа увлажняющая, я не закончила говорить. Гиалуроновая кислота высокомолекулярная у нас входит, например, в антиэйдж-крем из нашей серии Кремиссима. Глицерин, как я вам сказала, может входить во все серии, вернее, не может, он входит. И в серию с экстрактами стволовых клеток, и с экстрактом муциноулитки. Везде будет входить глицерин. Гель алоэ вера входит в ночной крем Кремиссима. Он входит обязательно в нашу улиточную серию. И таким образом вы видите, что перекрещиваются разные компоненты, усиливая действия друг друга. В данном случае усиливая увлажняющее действие друг друга. И даря таким образом способность Крема еще максимальнее увлажнить кожу и восстановить кожу уже вашу. О какой следующей группе я бы хотела вам рассказать? Ну, конечно, интересно, мне бы хотелось задать вам вопрос. Как вы думаете, какие еще вещества важны для антивозрастного действия косметического средства? Если у вас есть предположения, желания, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду рада их прочесть. Ну, пока вы не пишете, тогда я сама отвечу. Это группа антиоксиданты. И, конечно, когда мы говорим об антиоксидантах, первое, что мне приходит в голову, не знаю, как вам, но мне приходит в голову, это, можно сказать, так, святая троица. Это витамин А, витамин Е и витамин С. Это тройка лидеров антиоксидантных комплексов, любых. Они могут встречаться в кремах поодиночке, могут быть вместе в группе, может быть по паре присутствовать в кремах. Забыла показать вам картинку. Витамины А, Е, С. Что они делают? Они борются со свободными радикалами. Потому что, когда клетка работает, когда в ней идет активный синтез, то в клетке образуются свободные радикалы или радикалы перекисного окисления липидов. Продукты этих реакций. И витамины, они берут за руку вот этот свободный радикал и блокируют его. Они связываются с ним и блокируют таким образом свободный радикал, чтобы он не разрушал клетку, чтобы клетка была стабильна, чтобы кожа не старела. В каких случаях еще могут образовываться свободные радикалы? При избыточном воздействии ультрафиолетового света. Мы с вами тоже говорили об этом на одном из эфиров. В данном случае тоже нужно обязательно помочь коже справиться с такой атакой активной. И заблокировать свободные радикалы. Но кроме всего прочего, каждый витамин имеет еще более широкий спектр действия. Тот же витамин А может участвовать в делении клеток, восстанавливая, регенерируя кожу. Витамин Е смягчает кожу и делает мембрану клеток более подвижной, эластичной. И клетка с такой мембраной живет дольше. Такая клетка более качественная и лучше продуцирует нужные нашей коже и нам вещества. Витамин С, мы с вами тоже очень много говорили о витамин С, но я повторю. Кроме антиоксидантного действия, витамин С участвует в синтезе коллагена. И витамин С является блокатором меланина. То есть он может осветлять кожу, придавая ей ровный и такой однородный тон. Не могу сказать, что он очень качественно борется с интенсивной пигментацией, вот если есть пигментные пятна, но они тоже будут осветляться. А для возрастной кожи это тоже очень важный такой момент осветления кожи, потому что кожа становится темнее с возрастом и пигментные пятна могут образовываться. Если регулярно применять кремы с витамином С, то качество кожи будет выше, лучше, светлее. В какие средства у нас входит витамин А? Например, маска с глиной. Маска с глиной содержит комплекс витаминов А и Е. Как они могут выглядеть на этикетке, в составе, как мы их можем узнать? Это будет надпись ретинол ацетат и ретинол пальмитат. Это соединение витамина А либо с уксусной кислотой, ацетат, либо с пальмитиновой кислотой, пальмитат. Почему вводят в такой форме в кремы, почему мы вводим в такой форме витамин А? Потому что он так более устойчив, он стабилен, он не разрушается и может дойти до кожи в неизменном виде. А в коже включаются ферменты, которые разделяют уже на собственный витамин А и кислоты. Одна жирная, одна нежирная кислота. Но они участвуют в биохимических процессах нашей кожи, они нашей коже тоже нужны. И таким образом кожа получает двойной эффект. Витамин С у нас входит во всю серию кремов со стволовыми клетками. Это целенаправленное действие. Целенаправленно мы выбрали этот витамин для этой серии, потому что он направлен, эта серия направлена на синтез коллагена. А кроме антиоксидантного действия, мы с вами сказали, витамин С еще участвует в синтезе коллагена. И витамин Е, он тоже присутствует во всех продуктах крымской натуральной коллекции. Это базовый антиоксидантный витамин. Он присутствует и в кремах Кремиссима, и в стволовых клетках, с экстрактами стволовых клеток, и в улиточной серии. Вы можете даже встретить витамин Е в наших коллекциях, даже в водорастворимой форме. И он может присутствовать в тониках, и в каких-то других продуктах. Сейчас быстро хотела сказать и, простите, запнулась. И вот такие, как мы можем прочитать на этикетке, как выглядит витамин С на этикетке. Витамин С на этикетке стволовых клеток выглядит, как аскорбилфосфат натрия. Почему? Потому что сама по себе аскорбиновая кислота очень легко разрушается, и ее тоже нужно защищать. И придумали вот такое соединение аскорбилфосфат. Здесь витамин С аскорбиновая кислота и остаток фосфорной кислоты. Когда попадает на кожу аскорбилфосфат, он под действием ферментов разделяется на аскорбиновую кислоту, которая вступает в работу в коже, и остаток фосфорной кислоты. Что нам дает остаток фосфорной кислоты? Он идет на синтез АТФ. То есть еще плюс ко всему клетка получает энергию. И таким образом в клетке помогает синтезировать новые важные для нас компоненты. Витамин Е мы можем на этикетке прочитать как токоферол ацетат или токоферол. Так вы будете знать, когда вы прочитаете эти названия, вы будете понимать, что продукт содержит этот витамин. Давайте перейдем к следующему продукту, который тоже обладает очень сильной антиоксидантной активностью. Это экстракт цинтеллы азиатской. Это экстракт листьев, которые специально выращиваются, собираются, из них получают водно-глицериновый экстракт. Мощное антиоксидантное действие. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что это натуральный продукт. Он многокомпонентен сам по себе. Что может делать еще этот экстракт, кроме антиоксидантной активности? Он опять-таки может восстанавливать кожу, стимулировать ее регенерацию, может оказывать противовоспалительное действие, заживлять. И вот такая многокомпонентная база позволяет качественно воздействовать на нашу кожу. Следующая группа, о которой я вам хочу рассказать, это стимулирующие компоненты. Да, простите, я забыла сказать, экстракт цинтеллы входит у нас в серию Кремиссима, в анти-эйдж-кремы. Так что, если вам заинтересует, вам понравится этот компонент, пожалуйста, применяйте его с нашими кремами Кремиссима. Следующая группа антивозрастных средств, это стимулирующие компоненты. И, конечно, только что я вам сказала экстракт из листьев цинтеллы азиатской. Сейчас я вам хочу рассказать об экстракте стволовых клеток цинтеллы азиатской. Что значит стволовая клетка? Стволовая клетка – это та база, из которой может вырасти целое растение. Вот когда вы, например, какое-то растение комнатное, вы пытались размножить листом. Вы ставили лист в воду, и потом на месте среза или слома листа образовывался такая белесый нарост. Вот это и называются стволовые клетки. И эти стволовые клетки богаты витаминами, микроэлементами. И очень интересным компонентом, который называется фактор роста. И именно этот фактор роста помогает делиться клеткам кожи, клеткам дермы. И они уже потом продуцируют эти клетки коллаген. Я вам покажу сейчас, как к нам приходит экстракт цинтеллы азиатской. Он к нам приходит вот в таких емкостях. Храним мы экстракт обязательно в холодильнике. У меня сейчас работает кондиционер. Я прямо перед эфиром извлекла этот экстракт из холодильника, чтобы он не успел нагреться. И, конечно, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Я налью в стаканчик специально. Надо было правой рукой наливать я как-то. Вот так выглядит этот экстракт. Вот, казалось бы, да, такой прозрачный, с легкой желтизной. Вот на рубашке видно. С легкой желтизной экстракт, но настолько богатый активными веществами, что нам дарит еще экстракт стволовых клеток, кроме стимуляции деления клеток, он останавливает благодаря этому клеточное... вернее, не благодаря этому, он останавливает клеточное старение. Он так воздействует на клетку дермы, что она замедляет свое старение. Она дольше живет, она может дольше продуцировать, она может более качественно вырабатывать коллаген, эластин и гиаброновую кислоту. Благодаря этому восстанавливает структуру кожи, улучшает цвет лица, ускоряет процессы заживления, сглаживает морщинки, уменьшает их интенсивность и будет повышать эластичность и упругость кожи. Я, с вашего позволения, верну экстракт на место. И мы перейдем с вами к следующему компоненту, к стимулирующему. Ничего более эффективного на сегодняшний день еще не придумали. Это биомиметический аппетит. Это может быть группа. Мы используем один, я вам покажу только емкость, чтобы лишний раз не разрушать продукт, не дергать его. Вот так вот выглядит эта емкость, в которой хранятся наши пептиды, которую мы вводим в эту серию. Только в этой серии у нас есть пептид. Что он делает? Он стимулирует клетку для выработки коллагена. Но, как я сказала, что натуральный продукт, он всегда непрост. Он всегда многофункционален. Он не только стимулирует выработку коллагена, но и помогает уже после синтеза коллагена его правильной укладке. Если вам будет интересно, и вы напишите нашему администратору, я, может быть, подготовлю прямой эфир, если вам нужно это будет, о том, как синтезируется коллаген и как он укладывается. Это очень интересный процесс, очень такой многоступенчатый процесс. Я вам об этом расскажу, если вам нужно будет это. Пептиды стимулируют синтез коллагена. Спасибо большое. Значит, обязательно расскажем об этом. Пептиды стимулируют синтез коллагена и его правильную укладку. Но это то, что касается пептидов, которые мы... И что как следствие? Опять-таки заживление, повышение тургора, гладкость кожи, уменьшение интенсивности морщин. И вот это вот... Вообще, вы знаете, меня так восхищает переплетение вот этих всех свойств. Ты положил эти компоненты и в результате получил такой вот удивительный эффект. Это вот прям очень интересно. Какие еще компоненты относятся к группе стимулирующих? Это экстракт муциноулитки. Вы знаете, я хотела про него сказать. Экстракт муциноулитки я не приготовила вам показывать. Если вы захотите на него посмотреть, то у нас там был прямой эфир, посвященный экстракту муциноулитки. Экстракт муциноулитки. Это тоже вот удивительно, насколько природа, она не может делать линейно вот все, вот в лоб. Ей всегда нужно вот веером так это все распределить в одном веществе, да, собрать удар, который закроет очень многие бреши. Так и с экстрактом муциноулитки. Как стимулирующий он выступает благодаря компоненту витамин В6, передоксин гидрохлорид. Витамин В6 участвует во всех видах обмена, углеводный, белковый, липидный. Он участвует в клеточном дыхании, то есть непосредственно задействован кислород в этом процессе. И он просто незаменим для стимуляции восстановления кожи. Компонент, который незаменим для стимуляции восстановления кожи. Он присутствует в нашей коже постоянно. Но благодаря тому, что мы вводим еще экстракт муциноулитки, мы помогаем еще лучше восстановиться и поддержать нашу кожу. Когда я говорила об увлажняющей группе, я прошу прощения, я так увлеклась и забыла сказать, что благодаря тому, что в муцине улитки содержится гликоза миногликаны, он тоже обладает, конечно же, колоссальным увлажняющим свойством. И гликоза миногликаны, они могут проникать в глубь кожи, потому что они могут быть разных размеров. Когда мы берем гиалуроновую кислоту известного веса, потому что в биохимии не говорят о большой молекуле в линейных размерах, они говорят о ней в весе, то здесь очень маленькие веса, и здесь есть возможность проникнуть вглубь кожи. Теперь мы заканчиваем с третьим пунктом, с третьей группой, это стимулирующая группа, и переходим к четвертой группе. Вы знаете, вчера я еще думала, что это будет последняя группа, но ночью я проснулась и вспомнила еще об одном компоненте, и это будет пятая группа, я вам тоже сегодня о нем расскажу. Мы переходим сейчас к четвертой группе, это строительные компоненты. Почему я эту группу назвала строительные компоненты? Потому что они участвуют в построении клеток. Вот, кстати, да, витамин Е антиоксидант, а он тоже участвовал в построении клетки, да, он участвует в, встраивается в мембрану клетки и делает ее более текучей. И другие компоненты могут участвовать в построении клеток, даже в построении митохондрии, сейчас мы поговорим об этом компоненте, и в восстановлении самого матрикса дермы, они могут участвовать в восстановлении компонентов матрикса дермы. Первый компонент, о котором я с вами хотела, строительный компонент, поговорить, это экстракт стволовых клеток оливы европейской. Вот так выглядит экстракт, так мы его закупаем в таких емкостях. Это, в отличие от экстракта цинтеллы, там водный экстракт, это масляный экстракт. То есть прибегли к методике выделения веществ при помощи СО2-экстракции, СО2-сверхкритическая экстракция. И я вам сейчас вот этот компонент, я вам могу показать, его нужно сначала взболтать, потому что липиды разной плотности здесь присутствуют, но самым главным липидом, которые здесь присутствуют, это фосфолипиды. Это вещества, которые участвуют в построении любой клеточки нашего организма. Сейчас я вам покажу, как он льется. Совсем не так, как экстракт стволовых клеток цинтеллы. И вот так он выглядит. Видите, он шелтоватый, прямо вот чувствуется, что что-то масляное в нем есть. Он очень вязкий, видите, да, он тяжело взбалтывается. Он дает осадочек на стенках, да, то есть он немножечко, молекулы так схватываются. Он тоже хранится обязательно в холодильнике, этот экстракт. И в холодильнике, вы знаете, если, например, поставить оливковое масло, оно там немножко замерзает. Так и этот немножечко так замерз. Этот компонент помогает восстанавливать мембрану клеток и мембрану митохондрии. Это очень важно. Фосфолипиды участвуют в построении всех клеточек нашего организма. Вот какую клеточку ни возьмите, везде есть фосфолипиды. С какими-то производными или сами по себе. Они нам дают тоже текучесть, плотность клеточных мембран. Но в первую очередь, когда мы восстанавливаем, применяя этот экстракт, что мы хотим добиться, чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться молодости наших клеток, омолодить их. И вот очень важный момент, когда этот экстракт помогает восстановить митохондрии. На митохондриях происходит синтез АТФ, на митохондриях происходит клеточное дыхание. Очень активные процессы, перекисное окисление липидов и мембрана очень сильно страдают. И вот благодаря этому компоненту мы омолаживаем нашу клетку, омолаживаем наши митохондрии. Но сейчас, наверное, может быть вы и слышали, что теория митохондриального старения очень развита. И поддержание молодости митохондрии – это поддержание молодости клетки и всей кожи. Я возвращаю экстракт обратно. Смотрите, как он красиво льется. Мне так нравится. И мы перейдем к следующему продукту. А следующий продукт у нас будет – это аминокислоты. Аминокислоты – тоже очень многогранный компонент. Во-первых, они бывают разные. Наши потовые железы вырабатывают, выделяют пот с аминокислотами. Они в первую очередь, хоть я и сказала, что это строительный компонент, но в первую очередь они участвуют в увлажнении кожи. И благодаря тому, что они могут увлажнить кожу, по водным прослойкам они могут попасть и в глубокие слои, простите, эпидермисы и в глубокие слои дерма. И вот здесь мы уже с вами добавили и экстракт оливы, восстановили клеточку. И добавили витамин С, витамин Е, витамин А, гиалуроновую кислоту высокомолекулярную, которая увлажнила всю кожу. И вот тут уже мы создали благоприятную среду для того, чтобы использовать аминокислоты и синтезировать из них коллаген. Какие аминокислоты мы используем? Это три важные аминокислоты, участвующие в строении коллагена. Каждая аминокислота, 30% на каждую приходится. Это пролин, лизин и глицин. Эти три аминокислоты входят вот в этот наш любимый, замечательный комплекс со стволовыми клетками. Он сюда входит и помогает всем остальным клеткам участвовать в синтезе коллагена, восстановлении упругости, плотности и эластичности нашей кожи. И последний компонент, о котором я хотела вам рассказать, и я вам его сейчас покажу. Это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Вот так она выглядит. Такой белый порошок. Казалось бы, никто ничем не отличается, если не надпись на упаковке, то вы никогда не скажете, что это такое. Может быть крахмал, а на самом деле это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Кстати, хочу вам сказать, очень часто видела, не часто в руках, не часто, но видела надписи на косметических продуктах 100% гиалуроновая кислота и там жидкость. Вот, ребята, вот это вот 100% гиалуроновая кислота. То есть, если вы видите надпись 100%, то там ее нету. Вернее, она есть, но не 100%, а намного-намного меньше. Нескомолекулярная гиалуроновая кислота. Чем интересен этот ингредиент? Этот ингредиент интересен тем, что он хорошо проникает до 30% через роговой барьер, через эпидермис в дерму. И участвует не только в увлажнении рогового слоя и дермы, но и участвует в восстановлении собственной гиалуроновой кислоты. А она, в свою очередь, дает нам упругость и создает среду, в которой протекают все биохимические процессы. Где у нас содержится низкомолекулярная гиалуроновая кислота? Крем Кремиссима. Вся серия улитки, улиточная серия, присутствует и высокомолекулярная, и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Вот это продукт, в котором содержится мезомаска. Самая высокая концентрация и высокомолекулярной, и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Здесь по полпроцента. И то, и то гиалуроновой кислоты. Я вам рассказала все. Я вам рассказала все, что хотела. Конечно, я выбрала самые основные, самые базовые вещества, которые оказывают антивозрастное действие. И об этом можно говорить очень долго. И вы понимаете, что, еще раз повторю, что натуральный продукт, он не может быть линейным. Он всегда многогранен. Он всегда затрагивает разные стороны. Но результат, которого мы добиваемся, он оказывает именно этот антивозрастной эффект. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если нет, я буду ждать ваши вопросы, замечания в комментариях. С радостью ответим на них. И если вы не хотите писать в комментариях, то пишите нашему администратору. Он нам передаст. Мы сделаем либо прямой эфир на тему ваших вопросов, либо ответим в личном сообщении. Всего доброго. Рада была всех видеть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова